Быть продан Радмир Геймс, то есть Евгению Ковалевскому, но в последний момент странное, вот что-то прям такое, знаете ли, странное, почему Тони Баррера не продал ужас в хорошем смысле слова, мы узнать не можем, разумеется, я не снимал на через годик, через два, через три мне напишут в Радмир КРМП, ГТА, вот это вот всё, Радмир может начать скупать какие-то более мелкие проекты, начав с какого-нибудь Радмир Геймс, у них там много всего, они там вообще красавчики. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризоны РП, вся дополнительная информация в описании. Казалось бы, вот я про Даймонд Ролеплей рассказал, про то, что его там продали, про то, что его там купили разработчики, вот эти вот все скриптеры, какие-то прочие выходцы с Аризоны РП и с Эволф Ролеплей, собрал просмотров, ну типа не особо много, но в целом мне хватит. Мне много, да в общем-то и не надо, 400 просмотров, ну неплохо, да, вот 400 каких-то людей увидело, 60 из них там, я не знаю, нажало лайк, а 5 из них нажало дизлайк. Всё, мне хватит, мне отлично, мне замечательно, казалось бы, всё, новость она как бы рассказана, она людям поведана, всё, все её услышали, все её узнали, всё, хорошо, больше мы к ней возвращаться, наверное, не будем. Хотя и в конце того видеоролика я сказал, что вполне возможно, я что-то недосказал и будут ещё какие-то видеоролики по Даймонд Ролеплей, потому что тема в целом интересная и она мне нравится. И я, кстати, не ошибся, потому что я ошибаюсь крайне редко, а тогда, когда ошибаюсь, ну, я извиняюсь, потому что я человек православный, мне извиниться, ну уж, скажем прямо, не сложно. Поэтому, ну, вроде того, однако сегодня у нас тема для видеоролика, она не менее интересная, потому что мало кто из вас знает, возможно, вообще никто не знает, возможно, знают какие-то только, вот, я не знаю, единицы о том, что Даймонд Ролеплей мог купить Ковалевский. Тот самый Евгений Ковалевский, который владеет Радмир Геймс, то есть там Радмир РП в КРМП, там, не знаю, Радмир Самп, Радмир там в МТА, Радмир, может быть, ещё где-нибудь. Вот это вот всё Ковалевский, вот Евгений, вот он там всё делает, Радмир Мобайл, Андроид, всё вот это прочее, это тоже, по сути, он должен разрабатывать, ну, непонятно, когда это всё выйдет, непонятно, что вообще со всем этим будет и так далее и тому подобное, и не особо-таки, в общем-то, скажем, прямо интересно. Однако, недавно всплыла новость о том, ну, как недавно, по-моему, Тони Баррейра, вот это вот весь Тони Бат, в общем, владелец Даймонд Ролеплей, он сказал о том, что в целом, вот этот вот Даймонд РП, он мог быть продан Радмир Геймс, то есть Евгению Ковалевскому, но в последний момент там что-то изменилось, он отказался и решил купить себе БМВ. То есть выставил Евгения Ковалевского немного не в том свете, разумеется, сейчас я буду его, так знаете, оправдывать на свою аудиторию, потому что Тони Баррейр рассказал, опять-таки, из его слов, а вот как всё было, ну, со слов вот самого Евгения Ковалевского, владельца Радмир Геймс. Ну да, только изначально мне была сказана одна цена, а продан он был уже совершенно по-другой, вот я тупой бизнесмен, сука, причём здесь, казалось бы, БМВ, ну или БМВ, или там БМВ, может быть, ещё что-то вот такое подобное, и в целом, ну, типа, странное, вот что-то прям такое, знаете ли, странное, почему Тони Баррейра не продал, там, как его зовут, Александр, по-моему, да, я извиняюсь, если не так сказал, почему, казалось бы, он не продал, вот, то есть не отдал проект в такие хорошие руки, вот, Евгений Ковалевский, у него же там, знаете, проекты в Крымпе, по-моему, у него, у Евгения Ковалевского, у него же самый большой проект в Крымпе, вот этот вот весь Радмир Крымпе, у него же там сколько серверов-то, штук 15, наверное, 16, там, я не знаю, 28, ещё сколько-нибудь, там вообще же какой-то просто, ну, ужас, в хорошем смысле слова, и отдать проект такому человеку, который вот так вот поднимает проекты, было бы хорошо, тем более, как мы знаем, со слов Артура Митина, Андрея Митина, Карли Ковара Иллюмината, Евгений Ковалевский, он, знаете, очень любит ютуберов, постоянно их там к себе зовёт, постоянно им там всё вот это вот платит, всё у них там постоянно хорошо, ну, не знаю, насколько это правда, но, вроде как, Артур Карлик Иллюминат Митин, он обо всём этом сказал, разумеется, доверять Карликам, а уж тем более ворам, это не особо хорошо, но, с другой стороны, что нам ещё остаётся, когда информация идёт вот только из вот этого вот источника, и больше как-то более о отношении Евгения Ковалевского к ютуберам, мы узнать не можем, разумеется, я не снимал на Радмир Рулеплей Геймс, и сказать что-то более подробное про всё это я не могу, и поэтому вот, мне предлагали, да, мы уже вроде как даже договаривались о чём-то, но потом я сказал, что я сотрудничаю с Аризоной РП, и пока что меня всё устраивает, и переходить я куда-то не хочу, и, соответственно, вот как-то у нас там всё затихло, потом сменился пиар-менеджер, и сейчас мне вообще с Радмир Рулеплей не пишут, к сожалению. Может быть потом, когда-нибудь там через годик, через два, через три мне напишут, скажут, мол, вот, там есть то, есть это, ты можешь сделать то, можешь сделать вот это, вот там поснимать у нас, мы тебе деньги, а ты нам какие-то видеоролики вот эти вот свои все интересные, и всё, и на этом мы, разумеется, договоримся, не знаю, посмотрим, как оно всё будет. По факту мы имеем то, что Тони Баррера, он не продал проект Ковалевскому, а Ковалевский вместо всего этого проекта купил себе БМВ, ну, как бы, тут такая тема, типа, купить проект себе какой-то топ-2 в ГТА Сампе, или купить себе БМВ, разумеется, со стороны, ну, любой бы бизнесмен, как лично мне кажется, купил бы топ-2 проект в ГТА Сампе, потому что топ-1 это Аризон РП, а дальше уже идёт Даймонд Рулеплей, и, типа, ну, это же, ну, это было бы вполне логично. И, понимаете, в чём дело, Радмир РП в ГТА Сампе, он бы ещё вот более укрепился, то есть, в Радмир, ой, в КРМП ГТА, вот это вот всё, он уже там, знаете ли, занял свою определённую нишу, а сейчас бы, вот, если бы он купил весь этот Даймонд Рулеплей, он бы занял ещё больше, то есть, прям было бы вообще охуеть, мы бы все сидели, думали, ебать, Евгеши, Евгений Ковалевский, Жека-то, вот, чё творит-то, чё делает, ох, молодец, ох, вот это вот проект. Но почему-то так не случилось, может быть, Тони Баррера сам не захотел продавать проект, понимая то, что получится некая монополия, да, и потом Радмир может начать скупать какие-то более мелкие проекты, начав с какого-нибудь Гранда, закончив какой-нибудь, там, я не знаю, проект топ-3-то у нас, закончив каким-нибудь адвансом, и там вы уже потом, знаете, как конкурировали бы Радмир Геймс против Аризона Геймс. Была бы такая война, знаете, как Кока-Кола и Пепси-Кола, и чуваки бы такие разделились, да нет, да вот Радмир Геймс, у них там много всего, они там вообще красавчики, у них там своя сеть, всё хорошо, а вот Аризона Геймс, это не то, или чуваки такие, да нет, вот Аризона Геймс, у них там родина РП, жизнь в деревне, там у них вот это вот весь Аризонный РП, у них там всё есть, а вот ты сидишь там, чё-то непонятно, чё делаешь. И, ну, вот как-то так оно всё и происходит странно, то есть всё это очень странно, подробностей нам никто не рассказывает, да мы их, в общем-то, и не получим, потому что, ну, кто захочет делиться тем, что у них там было, все это и подноготные, всем прочим, разумеется, Евгений, когда его немного, так знаете, ну, не то чтобы оклеветали, может быть, про него, так знаете, немного наврали, но это, наверное, и есть клевета. В общем, когда его так чуть-чуть оклеветали, он, разумеется, оправдался, но потом всё как-то вот пошло немного не туда, и по итогу сейчас вот Даймонд Ролеплей, он у выходцев с Аризона РП и с Эвольф Ролеплей, и куда он там пойдёт дальше, непонятно. Но будем, разумеется, следить за развитием событий, куда там пойдёт Даймонд Ролеплей, куда там пойдёт Радмир, куда там пойдут все прочие чуваки, подписывайтесь на мой канал, ролики выходят каждый день в 20.00, а я, кстати, играл на проекте Аризона Ролеплей Феникс. Айпи, а также мой ник на им Данте Коннор находится в описании данного видеоролика, вот, там же находится мой промокод nootoxic54, там же находится ссылочка на мой телеграм-канал, там же находятся все остальные вещи, вы туда можете зайти, там вы можете всё это посмотреть, со всем этим вы там можете, разумеется, ознакомиться, и всё это там также вы можете понять, осознать и вообще принять всё это к сведению, возможно, может быть, или около того. Всем спасибо за просмотр, всем до свидания, пока, и всего вам хорошего, лучшего, доброго, и живите хорошо, слушайте, пожалуйста, маму. Всем до свидания и пока.